Чтобы победить на рекрутах вам нужна подмога, а с вами Серега и это новый выпуск вашей любимой рубрики Найс Играешь Среди сотен реплеев за последние пару недель я в основном натыкался только на какие-то часовые игры в турбо, какие-то камбэки на рекрутах с неинтересными героями, какие-то друинеры на 3-4к, в общем ничего интересного, обычное нытье, нытье, нытье И для сегодняшнего выпуска я решил взять очень короткую лаконичную заявку. Нам прислал ее Роман, он играл на пивной панде и сказал, что это не люди, это мутанты Давайте же посмотрим эту замечательную зарубу на 200 ммр и выясним, какие мутанты заруинили Роману. Поехали Каждый геймер знает, что такое рутина. Сначала рашешь через данж, забитый зомбями, потом на базе отбиваешься от бесконечных волн тупых мобов, в финале выбиваешь из босса сначала дерьмо, а после возделенный лут И наконец приходишь домой, чтобы погонять в любимую игру, а там все то же самое. Фанпэй поможет обменять твои кровные на нужный предмет или услугу, чтобы ты мог позабыть про унылую рутину и насладиться игрой. Фанпэй. Никакой рутины, только фан Итак, начнем с моего самого любимого. Стартовый боя рекрутов. В миду за нашего героя будет играть Эль Паджино с флаской Винлейсом. Очевидно, базовый МС на миду нереально важен. Четверка Shadow Demon с сапогом, потому что из-за прогрессивного налогообложения на танго денег не хватило. Пятерка Виномансер с врейсбендом и без регенов. И Кэрис с топором тоже без регенов. Настоящие пацаны в линии бьют крипов, и у них нет времени на перекусы, так что эти ваши танго можете в очко себе засунуть. Ну и наш герой, фанат про игрока 33-го и в целом цифры 3, потому что у него есть 3 танго, 3 манго, 3 ветки и вероятно 3 лишние хромосомы. У оппонентов со стартовыми баями все куда лучше. Тут и Рикки Мару с носком на врейсбенд, и Чаус Навет с перчаткой на брейсер. Но вот кто точно не палится, что он настоящий рекрут, так это Аркварден. Просто с вот этими шмотками, блять, в мид. Ну перчатку себе на быстрый мидас, конечно. Кстати, я когда начинал играть в доту, я тоже думал, что промежуточные итемы и реген это все вообще полная хуета. Ведь из-за них я медленнее покупаю себе геймченджерную золотую варежку. Противостояние начинается с состязания у кого меньше ICQ между мидерами. Путш долго готовится и хукает воздух, а Аркварден забивает хуй на первую пачку крипов и пытается догнать Шадоу Демона с сапогом. Пишите в комментариях, кто из них выиграл это противостояние, потому что я считаю, что он, знаете, боевая ничья. В боте тем временем адепты ненависти к покупке регена закономерно получают пизды. Виномайнсер, глядя на смерть Фантомки, таки сдается и приносит себе проклятые 3 тангуса и пару балтик нулевок. Фантомка же не изменяет своим принципам и после респавна с купленной вишней на минус армор и четырьмя сотками голды просто летит обратно в линию. Ну, естественно, небольшой ступор мозговины, конечно, лишние 10-15 секунд мы тратим, потому что, ну, это же, блять, дота здесь же, похуй. Найс, играешь, долбоёб. Наш герой тем временем стоит и терпит под своим Т1 с нулем хитпоинтов. Скорее всего, потому что за него мутанты, конечно, а не потому что он не умеет реагрить крипов и нормально держать линию. Кстати, хотите узнать, как там пожилая Таркварден с вот этой вот перчаткой на фаст медас? У него на четвёртой минуте добито ровно 4 крипа. По одному крипу в минуту. Такими темпами можно купить себе турбо-фаст медас минуте этак на десятой. Ты, слушай, не разгоняйся так. Всё-таки спид-лимит имеется в доте какой-то. Смотря на его ласт хит, вы скажете, Серёг, да чё ты докопался, чел просто новичок, сыграл, наверное, игру 300 всего, только учится, вот это вот всё. Вы так думаете, да? Да нет, у парня 80-й левел аккаунта. Он играет в доту минимум с 2017 года. На аккаунте, ну, примерно, ну, 4000 игр, может быть, 4,5. У него вот даже аркана, 26-й левел снайпера. Короче, он живёт в доте. И это его ласт хит, знакомьтесь. Вот да, так, ещё, ещё тычку дай. Вот сейчас, ещё, ещё пару тычек. Так, мисс. Угу, отойти от хука. Вот сейчас ещё, и, блядь, не дал. И этого. Ну, не получается, не получается. 4000 игр, блядь, сложно. Это механический скилл, он годами нарабатывается. Но в целом про ласт хит здесь мало кто слышал. МБ читал только на фанфиках про Рамзеса и Шампуня. Вот наш герой, к примеру, имеет гордые 9 крипов на пятой минуте. И его оппонент Рикки Мару, который стоит versus крипов, тоже имеет уже 10 крипов на пятой минуте. Но опять-таки, нашему герою мешают мутанты, очевидно. Все мы это знаем. В целом, когда мне скидывают реплей со словами, что Серёга мне руинят, я редко вижу вот это. Просто посмотрите на скорости Х4, что делает наш герой первые 5 минут. Он просто бегает туда-сюда, с нулем маны, имея, разумеется, манго в кармашке. Он добивает по одному крипу из пачки. Ну и чтобы закрепить свой успех на линии, он покупает себе гороховые сапоги. Найс, играешь. Долбоёб. Кэри Фантомка тем временем настолько не уважает хп-реген, что даже Баттл Фьюри она собирает не через кольцо на реген, а через покупку самой дорогой составляющей. Не, ну у Сумурая нет цели, только путь. Путь игры без хп-регена. Восьмая минута. Она с нулем хп стоит под тавером. Ей дают горошек бундиель, она его нехотя так схавывает, но в целом деньги сейчас накапывают. Можно пойти и купить себе кольцо на реген. И с нормальным таким сустейном стоять на линии. Спустя какое-то время она смещается во вражескую потайную, чтобы купить шмотку. Ring of Hells, подумал Штирлиц. Войт Стоун элегантно парировала Фантомка. Бля, я честно на этом моменте подумал, что она, в принципе, БФ будет собирать без кольца на реген. Просто, знаете, два мяча, вот этот вот камень на ману, и потом ПТ-шку сразу захуярит себе. Но поверьте, она нас еще удивит, мы к ней вернемся. Наш пивной мастер тем временем осуществляет тактический фит в сложной. Я даже не буду разбирать этот лайнинг, потому что на тебя по КД пушил линию Огр, линия стояла вблизи твоего Т1. Короче, абсолютная фри игра для пивной панды. Ну тебе, разумеется, мутанты, руиня, ты в этом... Вот вся твоя игра, вот ты сдох, ты посидел в таверне, покупаешь грейджины и, блядь, ой, транквилы... В нормальных рейтинговых катках игра строится по принципу, кто сыграл лучше, тот победил. На рекрутах игра идет от обратного. Тот, кто насовершал больше ошибок, тот проиграл. И они как будто ведут какое-то негласное соревнование, потому что объяснить эти умопомрачительные нетворсы на 10-й минуте я просто, блядь, не могу. Они как будто все играют в поддавки. 10-30. После своей второй смерти и умопомрачительного нетворса на 10-й, наш герой берет ситуацию в свои руки и реализовывает ультимейт. Правда, в его понимании реализовывать ультимейт, это нажать два раза камень за зеленую панду и райдкликнуть по оппоненту в саппорте пятой позиции. А потом дать уйти вражескому кэрре, потому что даст и ты не купил. И да, это почти весь его геймплей в течение следующих 30 минут. Ну и после успешного килла можно закономерно получить ответные пизды под своим Т1 спустя ровно минуту. Опять же, очевидно, что за него играют мутанты и они руинят ему игру нон-стопом. Тут его вины абсолютно стопроцентно нету. Никакой, ни малейшей. На Нетворс не смотрите, это опять же, опять же мутанты. Радиоактивные люди. Кстати, помните, я сказал про тайминговый голый Мидас на 10-й минуте у Арквардена? Он почти с этим справился и принес его ровно на 11-й минуте. 2 800 на Т1, 12-й минуту, турбо, фаст, раш, Мидас с нулевой. И он, кстати, нафизил Пуджу. А у нашего героя так и продолжается восхитительный геймплей. Он просто куда-то подходит, дает рандомный клэп, получает стан и бежит с нулем маны под свой тавер. И знаете, я не то чтобы талантливый игрок на панде, и поэтому обратился к знатоку пивных искусств Амору, который точно знает, как работает пиво, и на бурюмастере он апнул 7 КПТСов. На мой скриншот с 12-й минуты, который иллюстрирует раскачку из отар нашего пацана, он написал следующее. Надо ли говорить, что сейчас абсолютно никто и нигде не максит третий спел на линии, и уж тем более не покупает апнутые, блять, транквилы на героя. Но это 100 ММР, Серега, чего ты от них хочешь? Я хочу, чтобы люди, сыгравшие 3,5 тысячи матчей с 49% винрейтом хотя бы научились с фри-линии на 10-й минуте выходить не с отрицательным нетворсом. Чтобы они хоть, ну, иногда голову включали перед тем, как присылать мне реплей со словами, что за них попались мутанты. При всем уважении к игрокам, я понимаю, что многие играют в кайф, просто нажимают кнопки под пиво и получают удовольствие. Но чел скидывает реплей на разбор, чтобы найти ошибки в игре и стать лучше. Но проблема в том, что основная ошибка это нажатие кнопки поиска в графе рейтинговый подбор. И когда я читаю эти сообщения о том, что за тебя попались мутанты, я просто хочу показать вот этот момент, как маленькую иллюстрацию. 16-я минута, мальчик на бремастере раскладывается, начинает рандомно кастовать с пылы. Пиздёж, он не кастует с пылы, он просто бегает кругами, не контролит ни одну из панд. Одна из них умирает, он начинает убегать красный, хотя нужно убегать зелёный. В итоге спасается чудом. И весь его геймплей выглядит именно так. То есть вся твоя игра, это вот этот вот прокаст на бремастере, когда ты рандомно нажал с пылы, побегал и чудом не умер. Ты просто идёшь и жмёшь кнопку. Зачем, почему и для чего эти вопросы не задаются. И тут мы на самом деле подбираемся к очень важному и отчасти даже философскому вопросу. А зачем мы здесь? Зачем нам эта квадратная карта с таверами, крипами и героями? Зачем жать кнопки? Зачем повторять одно и то же три с половиной тысячи раз, если ты не способен увидеть даже намёк на свою собственную ошибку? Зачем ты просыпаешься каждый день с мыслью регнуть ещё одну игру на пивной панде, чтобы собрать себе грейджные транквилы, закономерно проиграть игру, а потом обвинить в этом тиммейтов, обозвав их мутантами? Неужели у вас не возникает вопрос о том, что раз уж за три с половиной тысячи игр вы так и не продвинулись вперёд, а только неспешно падали в своём собственном скелет, то, скорее всего, вы такой же. Один из них, один из этих рекрутов, такой же полноправный, гордый носитель зелёной медальки. Но вместо того, чтобы с гордостью и чистой совестью принять это, вы продолжаете, блядь, открывать это моё обсуждение и писать там три, сука, тысячи заявок на Найс играешь. Где вам, сука, Тима руинят? Из игры в игру. Да, 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 парни. Мутанты повсюду. Радиоактивные, блядь, люди. Циклопы. Тем временем, на дворе пятнадцатая минута. Фантомка купила себе всё самое необходимое и бегает, хуярит вражеский лес. Даже Shadow Demon додумался купить себе, блядь, презерверанс, а Фантомка нет. Даже не спрашивайте меня, что задумал собирать себе ШД, я искренне надеюсь, что это рефрешер. Потому что это было бы максимально стильно. Вернёмся к Фантомке, значит. Семнадцатая минута. У неё есть все составляющие Баттлфьюри, кроме кольца на ХП реген. У неё хватает денег. И что она будет делать по-вашему? Да, она ходит по вражеской линии, просаживается по ХП, пробегает мимо по тайной лавке, не покупает себе кольцо на реген. Сейчас или никогда нужно отказаться от своих принципов, нужно раз и навсегда покончить с неприязнью к ХП регену и купить себе ебаное кольцо. Что она будет делать по-вашему? Правильно, она ливнёт нахуй. В итоге Фантомка реконектится, вместо того, чтобы побежать на базу от регеница, купить себе ебучий Баттлфьюри и начать фармить, она бегает туда-сюда, прибегает в линию, кидает даггер, отбегает обратно, потом бежит ещё куда-то, у неё полторы тысячи денег, она идёт хуярить крипов без Баттлфьюри, имея деньги на Баттлфьюри, потом она будет смещаться в лес, чтобы продолжать хуярить крипов без Баттлфьюри. Господи, помилуй, пожалуйста. И вы тоже, наверное, скажете, Серёг, но она просто новичок, она только в доту, вот только зашла, ничего не соображает, вот только начала. Да хуй там пал, 75-й левел аккаунта, 75-й, ну это 3, это 4 тысячи матчей, то есть это человек, который живёт в этой игре, вы понимаете? Ладно, я не буду вас мучить, знаете, на какой минуте она купит себе Баттлфьюри? Вот сейчас, сейчас, ещё чуть-чуть, так, ещё чуть-чуть, ещё-чуть крипов побить, ещё-чуть крипов побить, ещё-чё-чё-чё. Вот оно, блядь, 22-я минута, нахуй. У неё на 17-й минуте хватало денег, вы понимаете? То есть она 5 минут просто так бегала по карте и просто, блядь, не покупала шмотку, ну просто, ну я не знаю, религиозные убеждения, я хуй его знает почему. И вы вот смотрите на это всё и думаете, ну ебать, ну она больная, ну просто отбитая наглуха фантомка, она сама себе ломает тайминги в течение, блядь, 22 минут. Но даже играя вот настолько уёбищно и проводя в лесу не фармия ничего по минуте времени, эта фантомка имеет на 500 голды больше, чем наш, блядь, рыцарь тоски на бремастере, который всё ещё ходит, блядь, с нулём маны. И фармит себе, естественно, радианс. Вот здесь просто необходим, блядь, вот в этот пик, вот с этими героями, радианс, блядь, это же лучшая шмотка после транквилы барабанов, блядь. Вот ты на бремастере понимаешь, что вы сейчас очевидно проигрываете. Судя по счёту и тому, что ты в файты приходишь и огребаешь пиздов, вот значит нужно нафармить какую-то шмотку и что-то поменять, да? И ты решаешь, что это радианс. Да, естественно. Вот давайте зададимся вопросом, блядь, что он функционально даст этому герою и что, собственно, изменится в драке после его покупки. Ну и в целом, заявление о том, что ты фармишь шмотку, тоже довольно громкое, потому что вот так вот с кайфом ты на 24-й минуте просто бродишь по карте. Твои герои где-то умирают, пушатся какие-то тавера, ты не скипаешь пачки, ты не бьешь крипов, ты контролируешь какую-то руну, потом видишь вражеских крипов, такой побью их, потом такой, не, не побью, куплю себе сакрит, потом такой думаю, ну ладно, добью. И, в общем, ты такой видишь героев, такой, бля, не, не буду добивать, хуйня полная. Ай, тут вот Огрмак, сейчас я его раскастуюсь и убью. Так, рассказ пошел, камень один раз кинули, второй раз не кинули, красная панда убегает, красную панду ты контролишь, зеленый кинул один стан, в панду в красную, к сожалению, нельзя превратиться, только в зеленый, ой, бля, не повезло, ну просто, ну не сложилось, понимаешь, просто не случилось. Я бы мог сейчас загнать телегу о том, что ты играешь в самой небезопасной части карты, без какого-либо вижна, без своего Т1, и вообще здесь ты не должен находиться ни при каких обстоятельствах, играя за рейдинг, но это не важно, этими вещами не выиграть доту, этими объяснениями. Тут просто как минимум нужно научиться бить крипов, чтобы у тебя было не 7,5 тысяч над ворса, сука, за 28 минут игры, ну это же, блядь, просто смешно. Кстати, вернемся к фантомке, которая не могла себе БФ собрать на протяжении 10 минут, так вот, у нее вообще оказались какие-то проблемы с статой денег, потому что вот на 27 минуте у нее есть 3,5 тысячи голды, и она не грейдит себе ПТ-шку, она не кладет себе какую-нибудь полезную шмотку, она выбирает себе Незер Шул, и просто райт-кликом хуярит себе изолятор, разумеется. То есть человек за 75 лвлов игры в доту так и не понял, что есть разные шмотки, в той или иной степени ускоряющие фарм, и дающие некоторый адвентач на разных стадиях игры, как, например, покупка кольца на реген на линию, чтобы повысить свою выживаемость, или покупка ПТ-шки, чтобы ускорять скорость своего фарма, переключать ее, чтобы не тратить лишнюю ману. Но это все хуета полная, нужно копить очень долго денежки, и потом раз в их вкладывать. Это классика, это чисто мое понимание экономики и того, как зарабатываются деньги. Я вот коплю-коплю-коплю, и потом въебываю их куда-нибудь на 28 минуте, чтобы проебать с никнеймом Борис, блядь. С никнеймом Борис, нахуй, и вот с такой вот аватаркой из 2005 года. Ну, это песня, просто песня, блядь. Ну ладно, если вы думаете, что все грани дозволенной тупизны у нас превосходят Фантомка и Бримастер, самое время показать вам Шадоу Демона. Смотрите, значит, какая у него ситуация. У него был Preserverance, который он разобрал и купил себе линзу. При этом додуматься разобрать Арканы, чтобы у него был еще один синий шарик, он так и не смог. Дальше он хочет купить себе Акторин. То есть, по сути, у него есть все составляющие, кроме красного шарика. Ему нужно разобрать Арканы, купить себе красный шарик, и у него уже будет готовый Акторин и замечательное кольцо на реген, которое просто будет лежать, и, по всей видимости, его регенит до конца его жизни. На 37-й минуте Шадоу Демон отправляет курьеров потайную. Для того, чтобы купить красный шарик и собрать себе Акторин. В итоге, из-за того, что у него не золочено кольцо на реген, он покупает себе один Виталити Бустер на потенциальный вангард и еще один Виталити Бустер на Акторин. Ну и закрепляет это, разумеется, синим шариком, которого ему абсолютно стопроцентно не хватает. В итоге, это чудовище четвертой позиции на 38-й минуте имеет вот такой, блядь, восхитительный затар. Я это даже комментировать не буду. Это за гранью, блядь, моего понимания. Это вершина, блядь, рекрутского просто... Блядь, все, просто я... Напишите в комментариях просто, что вы об этом... Насколько... Вот оцените, насколько вангардов из 10 этот затар, блядь. Шадоу Демона, нахуй, на 38-й минуте. На 30-й минуте, наконец-таки, Бремастер покупает себе геймчейнджерный Радианс и собирается догрейнить себе Транквилы. Но, к сожалению, этот феноменальный затар не дает нужного импакта в драке команде Радиант и вражеский Огрмаг просто заходит на сапоге и убивает Бремастера буквально за пару кнопок вместе с Пугной. И вы, видя это, наверное, подумаете, Серег, ну, за него реально руинеры, чуваки, которые насобирали какую-то хуйню, он сыграл плохо, но эту игру было не выиграть. Да, это так, но суть в том, что против него тоже феноменальные киберспортсмены. Чего стоит только вот этот, вот, блядь, затар на Огрмага. Две головы, два сапога, нужно было еще две линзы и два кольца, блядь, ебануть себе для полного счастья. Ну, вот, две Сентрио себе купил, кстати. Но не два СТК, почему-то. И да, ты проиграл этому Огрмагу, который перефармил тебя на 300 голды, играя без Медаса. Мутанты, Роман, тебе руинят мутанты, блядь, каждую игру. Вон ты пошел, кстати, тремя пандами хуярить врагов, смотри, опа. Камушек скинул, Циклон не нажал, кстати, ни разу за игру, если что. Опа, доковыряло она Мимуса, просто рандомно побегающего мимо. Вот это ты жесткий, бра, братан. Опа, и вышел еще из драки. Охуеть. Не, ну это импакт. Это все радианс, это все радианс. Добить героя на 10 хитпоинтов, это все благодаря красному мечу, блядь, огненному. И в целом, опять же, это весь геймплей за тебя. Ты просто нажимаешь кнопку R, как-то рандомно нажимаешь кнопки, иногда кого-то убиваешь, а потом помираешь, как собака. И я на самом деле мог бы сделать целую, блядь, нарезку твоих глупых смертей. Вот, например, смерть на 27-30, когда ты пытаешься убежать от героев, получаешь кучу контроля и умираешь с акрит-реликом. Вот абсолютно такая же аналогичная смерть ровно спустя минуту, когда ты просто выбегаешь в героя с хайграунда, получаешь два спала и умираешь. И таких смертей у тебя 8-9, или сколько ты там раз нафидел. Короче, я надеюсь, ты сделаешь выводы, дорогой мой. К сожалению, ни Вангард на Шадоу Демони, ни Тараска на Пудже вторым слотом, ни Тритан Говина Майнсера, который он всю игру проносил в кармашке, так и не помогли вам принять нормальный файт, и вы закономерно лузнули. Давай теперь проведем сухую аналитику по итогам этой замечательной игры. Ты нанешь столько же демоджа, сколько Медовый Пудж, и четверка Шадоу Демон. Ну и чуть меньше, чем пятерка Виномайнсер, ну и не мудрено, он просто заходил в драку и ультовал. Нафармил ты примерно ничего, омерзительно постоял линию, и в целом даже не по моему субъективному мнению, а по объективным игровым показателям, ты ничем не лучше, а местами даже хуже, твоих тиммейтов. Внимание, вопрос к тебе. Кто же по итогу мутант? Уважаемый Роман, я понимаю, что признавать свои ошибки, ну или как минимум допускать их наличие, это высшее ваших сил. И я вас об этом не прошу, вы играете безупречно. Но как минимум, пожалуйста, перестаньте обвинять своих тиммейтов в том, что они плохо играют. Потому что они, в отличие от вас, как минимум не скидывают мне реплеи в обсуждение со словами, что им Тима руинят. То есть они как минимум, возможно, объективно оценивают то, что они хуевые. А тебя, мой дорогой зритель, я попрошу написать в комментах, кто же все-таки был главным мутантом в этом противостоянии. Shadow Demon с Вангардом, Фантомка с отрицанием ХП Регена, ну или наш замечательный герой на Брюмастере. Ну а в целом вот такой вот замечательный видос, вот такой замечательный реплей. Я думаю, он был поучительный. Много кто-то для себя что-то почерпнул. Восхитительные сборки, то, как не надо фармить, в какой последовательности собирается БФ и так далее и тому подобное. Ну а с вами был Серега. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Любите маму, уважайте папу. Не сидите долго перед экраном. Всем удачи, всем пока. Тебя зовут Никита, меня Вика. Поедем в Шизгару, а потом в отель. Таксист, руби погромче, Катю Лель. Играли в карты, осталась голой. Налить мне еще водки с Кока-Колой. Завтра игра Хабаровск-Нальчик. Ты мой самый быстрый сахарный мальчик. КОНЕЦ